В Российском социальном государственном университете прошла церемония закрытия международного кубка по шахматам Moscow Open 2013. Организованный шахматой Федерации Москвы он проходит в РГСУ уже в девятый раз. За звание лучшего боролись 1700 шахматистов из 29 стран мира. В девятый раз в этом столетии Российский государственный социальный университет становится шахматной столицей мира. И впервые мы сегодня с вами должны с некоторым сожалению сказать, что по болезни, а также по случаю командировки у нас не принимают участия в закрытии турнира большие подвижники шахматного спорта Кирсан Николаевич Лемжинов, Владимир Миронович Кулихата. Но оба они просили сердечно всем передать привет и самые добрые пожелания и напутствия. Призы и кубки победителям вручила ректор университета Лидия Федякина. С удовольствием будем вас всех рады видеть, не только по случаю шахматного турнира. Спасибо большое. Тепла вам, любви и здоровья. В турнире Moscow Open могут принять участие все желающие. Чтобы все было по-честному, шахматистов разделили на группы – профессионалы и любители, школьники и ветераны. В группе А – Кубок России среди мужчин. Победой приз в размере почти 300 тысяч рублей досталось петербуржцу Борису Савченко. Ему 26 лет, 20 из них он занимается шахматами и имеет звание международного гроссмейстера. Сегодня я играл с Павлом Панкратовым. Это уже давний мой соперник. Тоже практически ровесник такой, хороший парень, у него боевой характер. И у нас всегда такая игра получается, что преимущество переходит от одного к другому. Такая острая, непонятная, запутанная. Ну и сегодня опять та же самая история. То у меня лучше, то у него лучше. И в итоге все-таки. Особо отметили участницу из Польши Карину Шавковскую. У нас произошло необычное событие. За день до начала нашего турнира мы получили телеграмму из Польской шахматной федерации, что чемпионка Польши Карина Шавковская сломала ногу, и она не сможет участвовать, и нам надо срочно искать замену. Но через 4 часа мы получили другую телеграмму от Шавковской, где написано «Я буду играть». Молодой шахматистке вручили приз за преданность шахматам. Общий призовой фонд Кубка составил 3,5 миллиона рублей. А на шахматы что-то из этой суммы потратите? Ну есть. Это, кстати, очень хорошая идея. Можно новый компьютер мощный купить. Например.